Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, схожи ли между собой мировые религии. Для начала, прежде чем ответить, надо определиться в терминологии, что подразумевается под этими мировыми религиями. Чаще всего под мировыми религиями подразумеваются те религии, которые имеют наибольшее число последователей, и при этом объединяют людей не в рамках только одной страны, а в самых разных странах. И, конечно, это, прежде всего, христианство, ислам и буддизм. Однако, тут мы посмотрим, если по количеству смотреть, выбрать там три мировые религии, то на третьем месте после христианства ислама будет не буддизм, а индуизм. Но индуизм, поскольку все-таки религия региональная, а не мировая, только вот индуисты есть в Индии, но в некоторых прилижающих странах просто колонии, ну и диаспора какая-то, то тоже ее мировой религией назвать, ну да, миллиард с лишним человек, а тем не менее, мировая она не мировая. Иногда даже вот люди в Европе под мировыми религиями подразумевают авраамические религии, религии единобожия, и там говорят, ну это, наверное, христианство, ислам, иудаизм. Но тоже иудаизм как раз она не мировая религия, это религия одного народа, которая ты даже если не принадлежишь к этому народу, ты ее не можешь исповедовать, и вхождение в религии подразумевает вхождение в народ. Поэтому тоже вот если мы видим три набора мировых религий, если по три, то схожи ли они между собой? Действительно, если мы посмотрим на буддизм, то как-то, ну, сходство какое-то, вот там есть духовный поиск. Если посмотрим, и третий будет индуизм, то сходство тут совсем мало. Это языческая религия, которая не единая, дробная в себе, в разных селениях разных богов почитают, везде свои мифы, везде свои приоритеты, как бы она совсем как-то в стороне. И если мы посмотрим, ну, все-таки, что в мировые религии с христианством и славой запишем иудаизм, то увидим, что, конечно, тут уже сходство больше, потому что почитание единого бога. Единого бога — это уже все-таки почитание важное. Однако сходства, какие бы они ни были, они все равно должны учитываться наряду с различиями. Да, когда человек мусульманин, а не язычник, например, не индуист, ему легче прийти к Христу. Да, когда человек иудей и все-таки имеет представление о Библии, и ища какие-то ответы на ветхозаветные пророчества, он тоже может прийти к христианству. И поэтому, конечно, вот это сходство может послужить. Но, тем не менее, самое главное, что Господь нам говорит и показывает, что вот это сходство между мировыми религиями, что стремление к чему-то возвышенному, стремление к Богу, не замыкательство только на земных интересах, конечно, это объединяет. Объединяет людей в принципе верующих. Почему очень часто представители различных религий объединяются и сообщества, и круглые столы, проводятся совместными заявлениями, выступают? Потому что иногда человеку верующему нужно объединиться даже с человеком, который просто верит абсолютно не в то, что ты, для того, чтобы защитить какие-то общие традиционные ценности от людей, которые ориентируются только на то, чтобы вот сейчас в этой земной жизни поставить свой приоритет. Однако я все-таки вынужден сказать о различиях, потому что иначе ответ может послужить некоторым соблазном и подтолкнуть людей уйти от христианства и что-то нечто схожее искать в окружающих религиях. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 6 стих, 14 главы. Иисус сказал ему, «Я есть им путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Очень важно в религии не только некоторое представление от Бога. Самое важное – это как ты идешь к Богу. Христианин может прийти к Богу только через Христа. Господь говорит, что Он – путь и путь истина, значит, других истинных путей нет. Мы ищем, и каждый верующий человек ищет за пределами этой земной жизни, жизни вечной. Не важно, как она там, в перерождении, в раю, там, в каком-то таком примитивном представлении с какими-то земными удовольствиями. В любом случае человек ищет истинной жизни, которая будет продолжаться после твоей физической смерти. Но Господь говорит, и я – истинная жизнь. Поэтому, конечно, при всех сходствах истина одна, только в христианстве. Тут в заключении все-таки еще ответим на вопрос. Откуда же такие сходства? Неверующие религиоветы, атеисты, они говорили, ну, просто все мифы слагали, миф о потопе, миф о том, и вот поэтому в разных религиях разные такие мифы, и в Месопотамии зекураты строили о потопе с поминами, и в Библии о потопе вспоминали. Все вот как бы люди напридумывали. Нет. Сходства эти обусолены тем, что человек был изгнан из рая, а да, потом пережил человечество потоп, потом человечество строит Вавилонскую башню и смешиваются языки. И люди забывают о том истинном Боге, которому поклонялись их предки, разбредаются по земле. И только единицы помнят, как Авраам, что Бог един. А остальные люди начинают что-то искать, конструировать, вспоминать о Боге, и поэтому в их учениях, в любой религии есть какой-то отблик того древнего знания, что Бог один. Но чаще всего это настолько обезображивается, перерабатывается, да, что уже и узнать сложно. Поэтому, дорогие братья и сестры, для энциклопедического интереса, для кругозора, мне самому порой интересно разбирать и сравнивать различные религиозные практики, учения и мифологию. Очень это люблю. Но, тем не менее, это имеет смысл для спасения души, только чтобы после этого сказать, как хорошо, что вот эту всю шелуху, вот эти все конструкции, вот эти даже красивые поэтические вещи, они отодвинуты в сторону. И мы в христианстве, не отвлекаясь на вот эти все-таки сопутствующие вещи, можем взять, повернуться и идти через Христа к единству с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok